Дорогие дети света! Как мы благодарны за то, что ходим в его свете! Быть частью этого света, отоджесляясь его светом, и быть призванным и избранным им, мы невеста Христа, отоджесленная с Ним, теперь двое одно. Я никогда не мог написать это слишком много раз. Мы никогда не сможем сказать этого достаточно. Это послание означает для нас все. Знать, что у нас есть истинное откровение Его Слова. Превосходит все, что мы можем выразить словами. Жить в этот день и быть частью того, что происходит. Это величайшая честь, которую Бог может оказать нам. Как бы здорово не было сидеть на собрании в скине Бранхома, видеть и слышать, как Божий ангел приносит эти послания, еще больше жить в этот день и в это время и быть исполнением этого Слова. Бог в своей великой программе проложил путь, по которому мы могли собраться со всего мира, одновременно слушая голос Божий, чтобы совершенствоваться Его Словом. В любую секунду ждать, чтобы услышать слова нашего седьмого ангела-посланника. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ничего подобного не было с начала времен. Завершение великого Божьего плана происходит прямо сейчас, и мы являемся Его частью. Великий день Господень близок. Те тайны были открыты невесте, ангелам-вестникам Божьим. Печати, века, громы, восхищающая вера, третий рывок, «Те было сказано и записано на пленку, чтобы невеста могла слышать их снова и снова, и это совершенствует нас». Святой Дух снова вернулся в церковь, сам Христос явил Себя в человеческой плоти. В вечернее время, как Он и обещал, «Слушай внимательно, невеста, поймай это!» Мы призваны Словом. Сам Христос призвал нас. Он явил Себя нам. Евреям 13.8, Луки 17.30, Малахии 4, Евреям 4.12, «Все эти места Писания, которые Он обещал». Именно Иисус, Сын Божий, открыл Себя нам через эти места Писания, которые были предопределены для этого дня, вновь живущие. И верить этому – это свидетельство Святого Духа. Бог послал своего пророка призвать свою невесту. Слово говорит нам, что пророк – это живое слово, Божие, проявленное. Это последний знак, который получит мир. И Иегова говорит в образе человека. Человек в человеческой плоти, подобный пророку. Однако, именно Элохим различал мысль, которая была в сердце Сары, позади него. И Иисус сказал, «Как было в одни лота, так будет и при наступлении конца мира, когда Сын Человеческий, а не Сын Божий, когда Сын Человеческий откроется». Невеста знает, что если вы не будете постоянно в слове, вы не узнаете, кто он. Они знают, как необходимо каждый день держать этот голос перед собой, нажимая кнопку «Васпроизвести». Теперь невеста должна уйти с дороги и подняться, чтобы два пророка Бога из откровения могли появиться на сцене и протрубить седьмую трубу, чтобы открыть им Христа. Присоединяйтесь к исполнению пророчества в это воскресенье в 12.00 по времени Джефферсон-Вилля, когда Божий Пророк приносит послание «Праздник Труб» 64.07.19м и обращается к Отцу и говорит «Возможно, в разных странах и по всему миру найдутся люди, у которых даже эта запись встретится в их домах или церквях. Мы будем молиться, Господь, чтобы пока идет служение или проигрывается запись или в каком бы положении мы ни находились или в состоянии. Пусть великий Бог небес почтил эту искренность наших сердец сегодня утром и исцели нуждающихся, дай им то, в чем они нуждаются». Брат Джозеф Бранхам Священные Писания, которые следует прочитать, прежде чем услышать послание. Левит, 16 глава, Левит, 23 глава, 23-27 стих, Книга Пророка Исаии, 18 глава, с 1 по 3 стих, Книга Пророка Исаии, 27 глава, 12 по 13 стих, Книга Откровения, 10 глава, с 1 по 7 стих, Книга Откровения, 9 глава, 13-14 стих, Книга Откровения, 17 глава, 8 стих. На этом завершается письмо брата Джозефа Бранхама из Кини Бранхама. Для получения дополнительной информации о еженедельных службах посетите сайт www.brankham.org или www.brankham.org или на многих других языках посетите сайт www.brankham.org 999-0020 До скорого! Бог благословит тебя и шалом!